Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня выпекаем тыквенные булочки. Тыковки с яблоком. Невероятно вкусные, ароматные и пышные. Всем рекомендую приготовить. Для теста нам нужны будут следующие продукты. Полкилограмма муки. 80 граммов сахара. 150 граммов тыквенного пюре. Тыкву очищаем. Нарезаем кубиками и запекаем в духовке до мягкости. Потом пюрируем. 150 миллилитров теплого молока. 20 миллилитров растительного масла. 1 яйцо. 8 граммов сухих дрожжей. Или 24 граммов свежих дрожжей. Щепотка ванилина и щепотка соли. Сначала готовим опару. В миску выливаем теплое молоко. Не горячее. Добавляем 1 столовую ложку сахара. От общего количества. Добавляем сухие дрожжи. И добавляем 3 столовые ложки муки с горкой. Также от общего количества. Опару оставляем в тепле на 15 минут. До образования шапочки. Напоминаю, что все продукты должны быть комнатной температуры. Молоко должно быть теплым, не горячим. Это очень важно. Опара у нас поднялась. Теперь добавляем щепоточку соли. Щепотку ванилина для аромата. Тыквенное пюре. Размешиваем. Добавляем оставшийся сахар. Добавляем 1 яйцо. Хорошенько все перемешиваем. И теперь частями добавляем муку в тесто. Очень вкусные булочки получаются. Красивые. В виде тыковок. Никто не останется равнодушным после такой выпечки. Добавляем 20 миллилитров растительного масла. Добавляем еще муку. Я решила приготовить с начинкой, с яблочками, корицей. Булочки будут вообще огонь. Сейчас будем замешивать тесто вручную. Тесто не должно быть забито мукой. Оно должно быть мягким. Количество муки зависит от того, каким у вас будет тыквенное пюре. Если будет жидковатым, то муки может уйти немножко больше. Берем чистую миску. Дно и бока смазали. Значит, у меня на замес теста ушло 450 граммов муки. Максимум может уйти 500 граммов муки. В общем, количество муки регулируйте по своему тесту. Все зависит от густоты тыквенного пюре. Тесто накрываем полотенцем и оставляем для расстойки на 1 час. Смотрите, какое шикарное тесто! Для начинки я буду использовать 2 яблока. Нарезаем его кубиком. Пол чайной ложки корицы и 2 столовые ложки сахара. Что я делаю? В корицу добавляю сахар. И перемешиваю. Так корица равномерно распределится по сахару. Яблоки мелко нарезали. Теперь будем формировать булочки. На стол налили немножко растительного масла и перекладываем наше тесто. Больше муки не добавляем. Напоминаю, я использовала 450 граммов муки. Теперь делим тесто на кусочки. Я делю на глаз. Не забываем, что у нас еще яблочная начинка. С этой порцией получается 10 булочек. Что мы делаем? Поворачиваем. И разравниваем наши кусочки теста. Видите, с тестом прекрасно работает. Просто одно удовольствие. Больше муки не добавляем. Теперь выкладываем яблочную начинку. Я не смешиваю яблоки с сахаром сразу, потому что яблоки сразу же пустят сок. И мне неудобно будет потом формировать булочки. Поэтому сначала раскладываем яблочки. Как же мы будем формировать булочки-тыковки? Добавляем чайную ложку сахара с корицей. Не весь сразу добавляем сахар ко всем булочке. Постепенно. Потому что яблоки пускают сок, а нам это не нужно. Делаем круглой формы булочку. Сделали. Берем нить. У меня обычная. Перекладываем по центру. Вот так как бы завязываем. Видите? И сюда. Поначалу вам покажется это сложно, если честно. А потом, как только вы поймете суть процесса, то все будет вам по плечу. Если у вас есть кулинарная нить, берите ее. Она немного толще, и с ней легче работать. А я тут, конечно, парюсь. И вот так последнее. Перебросили. И завязали. Вот, отлично. Аккуратненько. Смотрите, какая красота. Перекладываем нашу булочку для расстойки на противень. После расстойки булочек, которая по времени заняла у меня 20 минут, смазываем их яйцом для румяной корочки. Духовочку включили разогреваться. Булочки ставим в горячую духовку, хорошо разогретую. Вы видите, какие красотки у меня на противне. Настоящие тыковки. Булочки ставим в разогретую духовку на 180 градусов, на средний уровень. Режем выпекания вверх-вниз. Булочки-тыковки выпекались в духовке 30 минут. Вы посмотрите, какие красивые. А какой аромат. Хвостик-тыковки я делала с гвоздики. Кто-то делает из корицы. Можно делать из миндаля. На ваш вкус, на ваш выбор. Теперь я вам покажу выпечку вблизи. Вы посмотрите, какая красота. Какая пышная булочка. Гвоздику достаем. Разламываем. Тесто просто огонь. Яркое, мягкое, нежное. Вы посмотрите. Выпечка чудесная, ароматная, нежная. Вы посмотрите, какие булочки делятся на сегменты. Очень вкусные и нежные. Легкие, как пух. Выпекайте в удовольствие. Выпекайте с любовью. И радуйте свою семью домашней ароматной выпечкой. Дегустировать булочки будет у меня Владик. Мама, эти булочки очень, очень красивые. Похожи на тыкву. Пробуй, сынок. Мягкие, ароматные. Кушай на здоровье, сынок. А ты знаешь, что эти булочки из тыквы. Тыква чувствуется? Да. И они похожи на тыкву. Похожи, это точно. Выпекайте в удовольствие. С вами была Ира, Владик. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. До завтра. Пока. До новых встреч. Продолжение следует...